Азербайджан Азербайджан Примечательно, что страны, которые сегодня смеют обвинять Азербайджан в нагнетании напряженности, почему-то никак не реагировали на армянский беспредел. Вероятно, они полагали, что трехсторонние заявления состоят только из обязательства Азербайджана. Абсурдность такой версии была абсолютно очевидной, однако соблюдение договоренности от Армении никто помимо Баку не требовал. В таких условиях Азербайджану не оставалось ничего иного, кроме как действовать по собственному усмотрению. Внедрение пограничного контроля было оптимальным вариантом решения серьезнейшие проблемы. Ссылки на трехсторонние заявления, в котором не обозначено создание азербайджанских КПП на границе с Арменией, совершенно неуместны. Азербайджан не может быть скован ноябрьским заявлением в стремлении обеспечить свою безопасность. Это предельно нелепая и неприемлемая постановка, особенно учитывая, что армянская сторона не выполняет своих обязательств, четко зафиксированных в упомянутом документе. В частности, Армения по сей день игнорирует четвертый пункт трехстороннего заявления, требующий вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана. Речь идет как о подразделениях вооруженных сил Армении, так и о незаконных формированиях сепаратистов. Ни те, ни другие не должны находиться в Карабахе по итогам 44-дневной войны. Тем не менее, они там находятся, генерируя конкретные риски и угрозы для безопасности Азербайджана. Любые договоренности предусматривают их практическую реализацию, в противном случае они просто теряют всякий смысл. Баку не может безропотно руководствоваться договоренностями, которые ни во что не ставятся другими сторонами. Ни Армения, ни Россия, ответственные за временный контроль над Лачинской дорогой, не приняли в расчет интересы Азербайджана. Более того, армянская и российская стороны совместно предпринимали шаги, однозначно направленные против этих интересов. Поэтому звучащие сегодня претензии к Азербайджану очевидно несостоятельны и в той же степени лицемерны. Вопросы безопасности имеют для Баку первостепенное значение и посторонние мнения по этим вопросам не представляют никакого значения. Тем более, когда эти мнения очевидно противоречат интересам Азербайджана. Нелепо пенять Азербайджану на контроль над границей со страной, где прилюдно сжигаются азербайджанские флаги. Армения и ее покровители должны окончательно уяснить, что в контексте проблематики безопасности никаких компромиссов от Азербайджана ждать не стоит. Право Азербайджана контролировать выезд и въезд на свою территорию не может быть предметом дискуссий. Намерение Армении оспорить это неотъемлемое право свидетельствует о сохранении у нее вопросов по суверенитету территориальной целостности Азербайджана. А это означает, что заявление армянского руководства о готовности заключить мирный договор с Баку не более чем фикция. Подписание мирного соглашения невозможно без документально оформленного отказа Армении от территориальных претензий к Азербайджану. Ущербный тезис о том, что контроль Азербайджана над собственными территориями якобы неправомочен, говорит о реальном настрое правительства Пашиняна. На каком основании Армения считает, что ее граница с Азербайджаном должна напоминать проходной двор, которым заведуют войска третьей страны? Неужели расчет делается на то, что глава МИД Франции прилетит в Баку и разрулит ситуацию в выгодном Иравану-Ключе? Это абсолютное безумие, поскольку позиция Парижа относительно постконфликтных процессов в регионе не представляет для Азербайджана никакой практической ценности. Франция уже зарекомендовала себя как проводник интереса в Армении, и в Баку к так называемым посредническим усилиям Парижа не питают ни малейшего доверия. А стало быть, ожидания Армении от визита французского министра в Азербайджан, мягко говоря, не оправданы. Столь же бессмысленные надежды на то, что на решение Баку способны повлиять поползновения других стран, составляющих Францию и кампанию в опеке над Арменией. КПП на границе – это только начало. Поэтапные меры по приобщению Армении к реальности будут продолжены. Субтитры создавал DimaTorzok